Морские крестные ходы, как с участием святынь купели с места крещения князя Владимира, так и святынь Александра Невской лавры, не в первый год проходят по территории Крымского полуострова. Но этот раз особенный. К обычному маршруту добавился Сочи. Курорт стал отправной точкой крестного хода. В этом году при благословении и поддержке правящих архиереев и главы Кубанской митрополии, при поддержке географии морского крестного хода была расширена. И приурочена она к дню празднования, дня святаго крещения Руси, дню памяти святого благоверного, святого равноапостольного князя Владимира. Во всех городах, куда прибудет яхта, а это Новороссийск, Керчь, Феодосия, Ялта и конечный пункт Севастополь, священнослужители будут останавливаться на один день и участвовать во всех богослужениях и церковных праздниках. В Сочи же святыни пробыли три дня и посетили два храма. Поклониться святым мощам прибыли сотни верующих. Святой равноапостольный князь Владимир Креститель и великий князь Александр Невский особо почитаются в христианстве. Они внесли значительный вклад в развитие Руси. Это те люди, которые пытались всеми своими действиями, всей своей жизнью сплотить наши земли. Это те люди, которые стояли у истоков истории нашей с вами страны. Очень приятно, трепетно и радостно участвовать в этом мероприятии, потому что это впервые проходит через город Сочи. В дни Крестного Хода верующие молятся о мире, объединении, благоденствии и изобилии в стране. Священнослужители на примере жизни святых князей рассказывают о неразрывности исторического пути братских народов. Эти два святые идут вместе, параллельно все время вместе. И это говорит о том, что мы все вместе, мы единый народ. Это символ нашей исторической единой судьбы. А приходит Крестный Ход в Крым, в Херсонес, в день раноопошленного князя Владимира. 27 июля яхта причалит в Херсонесе, месте крещения князя Владимира. После чего святыни Крестным Ходом будут перенесены в Свято-Владимирский собор. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.